Но это будет нестабильное тепло. Может ли он перегреть улиток? Параникло всё это через мисочку пластиковую. В Виктория объявляет, что у них термоковрики в продаже. Ребята, всем привет! Сегодня у нас будет видеоролик на тему, как обогреть улиток зимой. Потому что сейчас уже температура на улице до минус одного дошла. Уже всё, уже морозы, уже холодно. Значит, улиткам тоже холодно. У меня была проблема. Никуда она не делась, она и сейчас есть. У меня нету термоковриков. Есть выход, конечно, к батарее. Их поставить сюда. Но как бы не хочется их возле батареи. Потому что это будут посередине комнаты. Первое, самое простое. Увлажняйте их тёплой водой. Та же вода тёплая, в микроволновке её нагрели. И уже ею пшикаете. Попшикали тёпленькой водичкой. Окутали тёплым одеялом. И забыли. Забыли, потому что... Ну как бы там тепло будет держаться. Улиткам не нужен свет. Но есть и другой выход. Я купил... Заказал, вернее сказать, термоковрик из Китая. Не знаю, насколько он качественный. Крепко заклеенный. У нас произошла такая вот распаковочка. Вот сам коврик. Сейчас я его достану. Он такой, не полосатый. Я всё думал, что он полосатый. Будет он такой однотонный, глянцевый, красивый. Не знаю. 14 ватт. Можно резать. Нельзя резать его. Рекомендации написаны. Здесь у нас есть такая штучка, чтобы регулировать температуру. Крутить её. Включается в резетку. Но только есть, но я не знаю, сколько он может быть времени в рабочем состоянии. То есть, максимум на час его включать, на два. Или можно вообще его на всё время включать. Или никогда не выключать. Я, скорее всего, буду его включать тогда, когда будет реально холодно в комнате. Сейчас у нас тепло. У нас есть отопление. Но у меня есть маленькие улетята, которым нужно более такое стабильное тепло. Здесь какая-то у нас трещина. Или что это такое, видите? Вмятина. Не знаю, надеюсь, с ним всё в порядке. Он какой-то немножечко такой поцарапанный. Сейчас мы его проверим на деле. Я поставлю сразу максимум, чтобы я знал, может ли он перегреть улиток. И они могут умереть. Я надеюсь, такого не будет. Он не сгорит, не перегреет. Ну, что я могу сейчас про него сказать? Я его только включил. Он уже начал греться. Он уже тёпленький такой. Уже, знаете, такая температура. Если бы была вторая улитка, которой он сейчас. Было бы нормально. Но вы должны понимать, что через... Когда он будет стоять на нём контейнер... Сейчас я возьму своих сатуралисов. Вот они такие у меня прекрасные. Не ставьте... Вот так вот. Он может сгореть, потому что здесь воздух не будет попадать между одним и вторым. Кстати, в природе у нас тепло снизу никогда не идёт. У нас солнышко как светит? Сверху. Или на крайняк сбоку. Но снизу у нас нет никакого солнышка. У нас снизу ничего не протапливает. У нас греется воздух, а не земля. Поэтому ставите вот так вот на бочок. Или лучший вариант, это вот так вот на крышечку. И оно тогда классно греется. Потому что, ну ладно, вы там сделали ошибку, положили на дно. Но чтобы нагрелась температура в этом, нужно чтобы нагрелся мокрый мат. Или грунт. Потом нужно, чтобы нагрелся мох. Проникло всё это через мисочку пластиковую. И уже здесь тогда начнёт нагреваться воздух. Это неправильно. Здесь будет холодно. А так. Вы делаете температуру немножечко больше, нежели вы хотите. Ставите. Когда оно проникнет через этот пластик, уже там будет нормальная температура внутри. И вот таким вот образом обогреваете. Вот такой вот у меня термоковрик сейчас есть. И как я и говорил, сейчас мы сделаем на максимум. Я надеюсь, он у меня сейчас не сгорит, не поплавится. А кстати, это уже и есть максимум. Ну, он прям такой терпимо. Тёпло. Но я не скажу, что здесь можно прям, ну такое, тёплая батарея, считайте. На него очень приятно положить руку. Он греет классно. Я, значит, как сделаю. Я, наверное, его поставлю так вот на бочок. И рядом будут обогреваться вот этот вот контейнер. И наверх будут ставить, улетят. И они будут здесь греться. Наверное, вот так вот сейчас сделаем мы. Что же думал я? Я думал, что он будет немножечко побольше. Потому что... Я думал, что он будет в два раза больше. Давайте с того начнём. Чтобы мне можно было два больших контейнера обогреть. Ну, я так смотрю. Чтобы вырастить улетят, мне его, конечно же, хватит. Но, чтобы обогреть своих больших улиток, этого явно не будет хватать. Здесь вот у нас проводочка идёт. Мы это не режем. Ничего с ним мы не делаем. Значит, термоковрик. Тёплая вода. И можете просто под батарею поставить здесь вот в угол какую-то тряпочку. Я же своим улиткам ложу вот такую вот штучку. Это когда кладут ламинат, её стелят. Она очень хорошо тепло держит. Чтобы холод из пола не шёл в контейнер. Я сначала здесь плёнкой всё застелил. Потом вот этот вот теплоизолятор, по-моему, так называется. Кстати, мои рейтики сплят. И уже на него сверху поставил свои контейнеры. Если же это у вас всё будет стоять здесь. Есть одно но, что батарея вот здесь начинается и вот здесь заканчивается. И в день не всегда греет. Поэтому можете ставить к батарее. Но это будет нестабильное тепло. Термоковрик идеальный вариант. Просто. Но он не горячий, я не скажу. Он ваших улиток не сварит. Вот так вот скажем. Я хотел купить коврик в Just Life Pets. Но у них они уже не продаются. Вот такая вот печалька. Но в чём суть, когда я заказал этот? В.Виктория объявляет, что у них термоковрики в продаже. Немножечко обидно было, потому что у них и гарантия есть, и сами они побольше. И цена не очень разнится. Только этот с Китая и шёл непонятно от кого. А тот от хорошего блогера. Поэтому немножечко обидненько. Но всё равно я люблю этот канал. Это мой любимый канал остаётся. Учусь у них. Хотя есть уже и такие вещи, что и они могут у меня получиться. Но вот так вот мы его будем ставить. И будет он гореть нам. Думаю, это видео вам было полезным. Вы научитесь обогревать своих улиток правильно. И спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok